Тем временем 197 преступлений зафиксировали в Казахстане в сфере торговли людьми с начала этого года. Обновленную статистику озвучили сегодня представители МВД. В столице прошел круглый стол с участием депутатов, а также экспертов ООН. И вот по словам специалистов, в ловушку могут попасть не только лица, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, но и женщины, а также студенты. Напомню, этим летом в стране приняли закон о противодействии торговли людьми. Документ четко прописывает, как должны действовать местные власти и профильные ведомства внутри страны и за рубежом. Айгуль Монтаева продолжит тему. Почти 200 преступлений, связанных с торговлей людьми, зарегистрировали в Казахстане с начала года. Больше всего, а именно, 119 уголовных дел по факту организации или содержания притонов для занятия проституцией. По факту торговли людьми 17 дел. Факта вовлечения несовершеннолетнего в занятия проституцией 15. Цифры официальные. Статистику озвучили сегодня на круглом столе по исполнению закона о противодействии торговли людьми. Я напомню, последние поправки в документ вступили в силу в июле. Одно из новшеств закона. Отныне в тюрьму сажают не только главных организаторов рабства, но и лиц, оказывающих содействие сутенером и вербовщиком. Например, вебкам. За это не было ответственности. Оказание услуг бодимассажа. У организаторов тоже не было за это ответственности. Мы ввели пропаганду и реклама проституции. За это тоже не было ответственности. Потому что все сейчас идет через интернет-пространство. Какие-то совершаются преступления. На дворе 21 век, но факты рабства продолжают распространяться в нашей стране. Заявили тоже в МВД. Но здесь стоит оговориться. Казахстан входит в список стран, которые не сидят сложа руки. Эксперты включили нашу республику во вторую категорию государств, которые принимают значительные усилия по борьбе с торговлей людьми. При этом специалисты отмечают в зону риска попасть в рабство. Особенно трудовое может любой, оказавшийся в тяжелой жизненной ситуации. Вне зависимости от возраста, вне зависимости от даже социального положения, зачастую гражданской принадлежности и так далее. Вне зависимости от его пола. Другой вопрос, что более уязвимыми к торговле людьми зачастую оказываются те категории лиц, которые находятся изначально в уязвимом положении. Это может быть и отсутствие работы, например. Это может быть отсутствие какой-то там домашней поддержки. Впрочем, видимые тренды, кто больше всего попадает в ловушки преступника, все же имеются. По данным ООН, больше всего жертвами сексуального рабства становятся женщины и дети. Почти половина женщины и девочки в три раза чаще подвергаются экстремальному насилию, чем мужчины и мальчики. 71 миллион человек в сфере торговли людьми, они стали жертвами. Это очень глобальная мировая статистика, которая отражается везде. События тоже связаны с других странами, когда бегут войны, бегут они в другие страны. Особенно женщины и дети попадают в объекты защиты прав несовершеннолетних. Она вообще остается такой, знаете, нерешенной. Ребенок несовершеннолетний, 12 лет. Почему мы усилили уголовную ответственность? Потому что стали использоваться вот такие онлайн-технологии, до вовлечения детей в проституцию. Несмотря на то, что в Казахстане ужесточили наказание за торговлю людьми, увеличив срок до 18 лет, а также исключив возможность примирения сторон по таким делам, ситуация, если и улучшилась, то ненамного. Даже возможность сурового наказания не останавливает торговцев живым товаром. Особенно часто казахстанцев сотрясают ужасающие истории о продажах младенцев. На скамье подсудимых не раз оказывались биологические родители, которые при помощи медицинского персонала устраивали продажу малышей прямо в роддоме.